Мы сфокусировали по нескольким направлениям свои возможности для того, чтобы их сконцентрировать и там, где необходимо своевременно на помощь приходить и существенную поддержку оказывать, сформированы кассы взаимопомощи. Это сегодня те кассы, из которых оказывается материальная поддержка тем, у кого сложилось трудное материальное положение. Мы обращаем внимание особенно на тех предприятиях, на которых сегодня по объективным причинам в предприятиях сложилась сложная ситуация в экономике. И сегодня в чем солидарность заключается этих касс? Потому что кассы взаимопомощи есть сегодня и в обкомах, и в самих отраслевых республиканских комитетах, есть и сегодня в этой первичной организации, где по сути есть простой, две трети, где не наполняется сегодня профсоюзный фонд достаточными деньгами, а есть люди, которым надо помочь, поддержать, подставить плечо. Соответственно, туда деньги поступают из вышестоящих вот этих касс для того, чтобы поддержать эту первичную профсоюзную организацию. То есть это получается кассы взаимопомощи не просто между людьми, а между первичками в профсоюзе? Да, первичными профсоюзными организациями. Они созданы в организациях, на предприятиях, и, безусловно, это очень важный элемент, потому что разные ситуации жизненные бывают. И бывает, что нужно просто поддержать, когда просто человеку даже, может быть, нужны деньги для того, чтобы сходить в магазин и купить продукты питания. И вот как раз в этой ситуации жизненные всегда очень важно вот эту поддержку получить и эту поддержку оказать. Причем, если мы говорим, солидарность, она не на словах, а на деле. Вот она, в чем заключается. И большой смысл имеет эта наша солидарность профсоюзная. Но, как мне кажется, в этой ситуации профсоюзы должны особо тщательно следить и за соблюдением трудового законодательства. Трудовое законодательство определено в трудовом кодексе. Особенно в той части, где описываются права трудящихся и их защиты. И их защиты, и права трудящихся. И у нас недавно обновленный трудовой кодекс, в 1928 году, наступил в обновленном виде в силу. И там очень много новшеств. И как раз сегодня показалось, что эти новшества очень пригодились, и они очень современные. Это сегодня работа на удалении, так называемые дистанционные работы. Мы знаем, что сегодня многие предприятия имеют такую необходимость, и часть работников работают на удалении. Раньше это было не прописано, а сегодня это уже закреплено в трудовом кодексе, имеет уже законодательное свое закрепление. Кроме того, сегодня есть очень важный момент, на котором настаивали профсоюзы, который мы вносили в обновленный трудовой кодекс. Это чтобы человек, когда нет возможности работать или простой на предприятии, не увольняясь, мог работать в другом месте и это время зарабатывать деньги у другого нанимателя. Потому что раньше надо было как? Надо было уволиться, потом надо было обратно перед трудоустроиться. Сегодня как раз создалась та ситуация, когда наш отраслой профсоюз промышленности предложил другим отраслевым профсоюзам, у нас есть свой оперативный штаб, чтобы те дали клич, тех, у кого сегодня есть проблема с вопросами занятости, работы, могли подработать и работать на тех участках, в частности, пошивим масок, бахил. Потому что у каждого много есть разных других специальностей, которые в том числе и владеют такими возможностями. И многие люди откликнулись и сегодня работают, и зарабатывают деньги. Профсоюз своего рода такой перераспределитель рабочей силы. Это как переток. Вот в этой ситуации достаточно сложный. И когда есть возможность эту информацию оперативно распространить и дать возможность человеку заработать, он зарабатывает и себе деньги, которым мы не хотим нажить, ну и, соответственно, приносит пользу государству и обществу. Отдельно поговорим про медиков. На них сегодня, скажем так, не двойная, я даже не знаю, особая нагрузка. Каким образом профсоюзы собираются помочь им, в первую очередь, наверное, в материальном плане? Мы должны сегодня поддержать их для того, чтобы они чувствовали вот эту поддержку. И по решению президента Федерации профсоюзов Беларуси был создан фонд по страхованию. Я хочу подчеркнуть не только сегодня врачей, но и тех, кто занят сегодня в здравоохранении. И мы определились, что сегодня все отраслевые профсоюзы, этот фонд страховой создан, и они все перечитают солидарно туда деньги. На сегодняшний день 800 тысяч. Таких образом, сегодня есть накопление данного фонда, его достаточно, для того, чтобы сегодня все страховые случаи, которые сегодня есть, мы могли оплачивать. Мы сегодня говорили о том, что будет без промедления, без проволочек выплачиваться по заявлению, а для этого необходимо, чтобы был приложен бюллетень, и в течение трех дней деньги поступают заявители. Это очень важно для того, чтобы это растягивалось на месяц, потому что ложка дорогая к обеду. И сегодня там суммы определены по положению достаточно емкие, для того, чтобы весомые можно было действительно поддержать, поддержать сегодня не только словом, но и материально поддержать тех людей, медиков, которые сегодня находятся на передовой. У профсоюза всегда было и будет на первом месте защита и социальной гарантии, и защита трудовой гарантии сегодня трудящейся. У профсоюзов в Беларуси социальная ответственность находится на самом высоком месте, чем можно сегодня гордиться. Спасибо.